Скажу только по секрету, меня возможно Давид на танец пригласит, но я же сказала ей, что Давид нравится мне, он должен танцевать со мной. Нэнси пришла! Ничего себе, у тебя целый сундук косметики! Мама подарила за хорошие оценки, давайте краситься! Ой, я немного испачкалась, мне нужна ванная! Скоро дискотека, я так взволнована! Сегодня ты не пойдёшь на неё, прости Ульяша, я не хотела этого, надеюсь мы всё равно будем тружить. А кто здесь? Почему вы меня заперли? Откройте дверь! Я чувствую себя волчицей, голодная наверное. Нет, просто мой образ похож на волчицу. Это правда, твои ушки очень милые. А тебе так идёт яркий макияж, выглядит эффектно. Взаимно, мы обе будем выглядеть потрясающе. Согласна, уже не терпится пойти на дискотеку и показать всем свои наряды. Полностью поддерживаю. Девочки идём? А где Ульяша? У неё живот прихватило и лёгкое головокружение. Она попросила её не ждать, присоединиться к нам позже. Похоже на отравление. Нужно рассказать вожатой, нельзя бросать Ульяшу. Но она просила никого не звать. Мне так жаль её. Не волнуйтесь девочки, она придёт когда ей станет лучше. Эй, парни, вы когда-нибудь были на дискотеке? Нет, я никогда не был. Я был пару раз. Отдельные занятия с преподавателем по танцам считаются? Денис, ты занимаешься танцами с репетитором? Прям как твой брат-близнец. А, нет, нет, я не занимаюсь. А с чего вы так решили? Это он занимается, да? Он богатый нанимать репетиторов по всему на свете. А я, я просто спросил. Не считается. Дискотека это когда вы можете позвать девочек на медленный танец. Всегда хотел попробовать. Ну, тогда сегодня вечером мы идём. Отлично, я уже подготовился. Ну, а что мне надеть? Не волнуйся, мы найдём тебе что-нибудь крутое. У меня есть футболка, которая тебе подойдёт. Попробуй это. Спасибо, Руслан. Круто. А ты знаешь, как танцевать на дискотеке? Я немного стесняюсь. Конечно. Я много раз видел, как мои родители танцуют. Мы просто повторяем то, что они делают, и всё будет в порядке. Звучит действительно просто. Это не так сложно. Давайте пошли, а то всё веселье пропустим. Как вам дискотека? Просто пад. Супер. Мне тоже нравится. Мы так круто выглядим в наших нарядах. Точно, все смотрят на нас с восхищением. Это потому, что мы самые красивые на этой дискотеке. Хе-хе, согласна. Пойдём танцевать. Конечно, идём. Мы пришли. Смотрите, там уже играет музыка, и люди танцуют. И девчонки такие красивые. Да, но что если я сделаю что-то не так? Не беспокойся, здесь все просто веселятся. Давай начнём танцевать, и ты увидишь, что это легко. Может, присоединимся к девочкам? Я заметил наших. Я так рада, что мы дружим. Я тоже. Вы очень красивые. Я счастлива, что у меня есть такие подруги, как вы. Давайте танцевать весь вечер. Это так весело. Согласна. Мы должны запомнить эту дискотеку на всю жизнь. Привет, девочки. А вы не видели Ульяшу? Она скоро придёт. Мы пока разокрываемся. Смотрите, как я могу. Ого, Руслан, это круто. Ты где так научился? Сам придумал. Ха, ну ты даёшь. Как хорошо, Давид уже здесь, а Ульяши нет. Давид хотя бы пришёл, я не вижу видео. Да вон он, тусуется в нашем старшем отряде. Он такой взрослый. Жаль, что дискотека в лагере не каждый день. Ага, было бы круто, если бы она была каждый день. Но вообще главное, это то, что мы хорошо проведём время. Точно, надо не забывать веселиться и радоваться жизни. Не могу поверить то, что я пропущу свою первую дискотеку. Я так сильно хотела потанцевать с Давидом, а теперь буду танцевать в туалете. Кто здесь? Помогите мне, пожалуйста. А, что? Почему ты не на дискотеке? Меня кто-то запер здесь, а ты почему не танцуешь? Я люблю оставаться одна в корпусе. И ты первая девочка за все мои смены, которая не пошла на дискотеку. Ого, а как часто ты ездишь в лагерь? Каждый год. Родители отправляют меня на все смены, но я это не люблю. Почему? Мне скучно тут одной. Я тихоня, все меня так знают. Мы могли бы дружить. Ты правда хочешь со мной дружить? Ну, ты милая и помогла мне выбраться отсюда. Если бы я не открыла дверь, ты бы так не считала. Возможно, ты права, но я бы тогда тебя и не увидела. А значит, не смогла бы составить своё мнение. Боюсь, тебе будет неинтересно со мной дружить. А ты не решай за меня. Если я до сих пор не нашла друзей, то и ты не станешь исключением. Пойдём на дискотеку. Я же сказала, что мне неинтересно. Иди к остальным, а я хочу побыть одна. Куда она убежала? Ну вот, что мне делать? Я не хочу её бросать, но и пропускать дискотеку тоже. Ладно, думаю, оставлю её в покое, если она хочет побыть в одиночестве. Но завтра я снова попытаюсь подружиться. Привет, Давид. Привет. Ты не хотел бы потанцевать со мной? Потанцевать? Да, на танцполе так много людей, и я думаю, что было бы весело провести время вместе танцуем. О, конечно, почему бы и нет. Я не очень хорошо танцую, но буду стараться. Не беспокойся, я тоже не профи, но это ведь просто для удовольствия. Пошли. О, включили медленный танец. Вау, эта песня такая романтичная. Да, она мне тоже очень нравится. Ну что, готов? Привет, девочки. Я пришла к вам. Тебе лучше? А почему мне должно быть хуже? Нэнси сказала, что у тебя болит живот. Но я в полном порядке. А где она? Танцует с Давидом. Повезло ей. А меня никто не пригласил на танец. А давайте танцевать вместе. О, Ульяша пришла. Да, точно. Я обещал потанцевать с ней. Но ты же не бросишь меня во время нашего танца. Думаю, тебе было бы неприятно. Ма-Мариша, привет. Мариша отошла. А я-я-я не её ищу. Не её? А кого тогда? Ну, тебя. Зачем меня искать? Ты не хочешь потанцевать со мной? Хм, это идея. Станем танцевать возле Давида. Пусть ревнует. Ну, пошли. Пошли. Ульяша, не хочешь потанцевать со мной? Соглашайся. Иди с ним. Ой, Руслан, я согласна. Посмотри, Ульяша тоже нашла с кем потанцевать. Поэтому не переживай за неё. Эй, Ульяша, я не понял, почему ты танцуешь с Русланом, а не со мной? Отойди от неё. Сам танцуешь с этой родней Нэнси. А мне ни с кем нельзя танцевать. Думал, я буду ждать тебя вечно? Просто ты не пришла на дискотеку. Мог бы вообще не танцевать на медленном танце. Она меня пригласила. А если она встречаться предложит, ты тоже согласишься? Если хочешь, я больше не буду с ней танцевать. Никогда, никогда-никогдашеньки. Для меня важна только ты. Да, я хочу, чтобы мы были только вдвоём. Ведь я люблю тебя. А я люблю тебя. Давид, эй. А что? Я хочу сказать спасибо за танец. Это было весело. Ох, я так и не потанцевал с Ульяшей. Почему я такой смелый только в мыслях? Младшие отряды возвращаются в корпус. Время закончилось. Держите ваш сонник. Молоко и маффины. Кушаем, потом переодеваемся, умываемся, чистим зубы и ложимся спать. Ох, девочки, я влюбилась окончательно. Вы с Давидом мило смотрелись. Согласна. Это она меня закрыла. Я уверена. Теперь понятно, почему Нэнси соврала. Чтобы девочки мне не смогли помочь. Ульяша, а ты почему молчишь? Устала. А у меня вот не в одном глазу. Я уже бывала в лагерях. Но этот самый лучший. Здесь так много интересных занятий и развлечений. Да, какие у тебя на завтра планы? Еще не знаю. Буду смотреть по обстоятельствам. Но точно хочу попробовать все, что здесь предлагают. Это правильно. Здесь каждый день что-то новое и интересное. Например, завтра будут соревнования по футболу и волейболу. А еще можно будет научиться играть на гитаре. Да, отлично. Обязательно попробуем. А что насчет вас, девочки? Я тоже хочу участвовать во всех мероприятиях. Но сначала надо выспаться. Ведь завтра будет насыщенный день. Согласна. Давайте кушать и будем готовиться спать. Парни, кто с кем успел потанцевать на медленном танце? Я никого не пригласил. Меня позвала Нэнси. А, ма, ма, Мариша. Тебе понравилась дискотека, Денис? Мариша. Тебе понравилась Мариша? Мариша. А мне нравится Ульяша. Я буду приглашать ее на каждый медленный танец. Но почему? Я же сказал почему. Потому что она мне нравится. Ты имеешь что-то против? Я? Хотел просто тоже с ней потанцевать. Прости, Давид. Но ты не пригласил ее на танец. Не успел. Так как Нэнси позвала. А потом наше время закончилось. Значит, я первой успел. Она будет моей. Что это значит? Она просто потанцевала с тобой один раз. В следующий раз будет больше. Ульяша пришла поздно. Как же он меня раздражает. Так и хочется сказать, что мы с ней встречаемся. Но Ульяша просила не рассказывать. Я поговорю с ней об этом. Не хочу, чтобы она танцевала с ним. Она моя. Доброе утро. Пора вставать и начинать новый день в лагере. Но еще же так рано. Да. Но у нас сегодня много дел. Поэтому давайте поторопимся. Ребята. Начинаем нашу утреннюю зарядку. Повторяйте за мной. А можно я просто посижу и посмотрю? Нет. Зарядка нужна всем, чтобы быть здоровыми и бодрыми. Поднимите руки вверх и потянитесь. Теперь опустите руки вниз. И стряхните ими. Это так просто? Теперь наклонитесь вперед и коснитесь пальцев ног. Отлично. Молодцы. Мы делаем успехи. Давайте перейдем к более сложным упражнениям. Приседания. Ноги на ширине плеч. Руки перед собой. Присядьте. Затем встаньте. Ой, это уже посложнее. Ну вы же хотите быть здоровыми. Тогда продолжайте. Да, хорошо. Мы продолжим. Молодцы. Вы отлично справляетесь. Теперь переходим к бегу на месте. Готовы? Начинаем. Бежать на месте? Это как? Просто прыгайте вверх и вниз. Как будто вы бежите. Вот так. О, теперь понятно. Закончим зарядку прыжками на месте. Прыгайте. Сегодня на завтрак каша, омлет, а также фрукты. Всем приятного аппетита. Спасибо. Мы очень голодны. Поэтому все выглядит очень вкусно. Каша очень полезный завтрак. Помните об этом. Она содержит много витаминов и минералов, которые помогут вам быть энергичными в течение всего дня. Хорошо. Мы будем есть кашу каждое утро. Отлично. А теперь давайте наслаждаться нашим завтраком. Мне нравится, как здесь готовят. Завтрак сегодня особенно вкусный. Кашу очень нежные. А омлет просто тает во рту. А я люблю фрукты. Они здесь такие свежие и сочные. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы начинаем новый курс лепки. Все готовы приступить к работе. Я так рада, что пришла сюда. Мне всегда нравилось работать с глиной. А мне тоже, Ульяша. Лепка это отличный способ расслабиться и выразить свои эмоции. Выражай их только как-то про себя. А я немного волнуюсь. Я никогда раньше не работала с глиной. Это мой первый опыт. Не переживай, Агата. Здесь все начинают с нуля. И у тебя обязательно получится. Главное это практика и терпение. Сегодня мы начнем с простых форм. И постепенно будем усложнять задания. А что мы будем лепить сегодня? Сегодня мы будем лепить вазу. Это простой объект, который поможет вам освоиться с материалом и инструментами. Звучит интересно. А потом мы сможем лепить более сложные предметы. Конечно, Белла. По мере того. Субтитры создавал DimaTorzok И хватает наполнить ее цветами. Ты прав. Пойду собирать цветочки. Постой. Мы можем поговорить? Конечно, мы можем поговорить. Мы же теперь парень и девушка. Верно? Ну да. Я сказала, что попробую с тобой встречаться. Но если ты мне будешь не так сильно нравиться, то мы снова станем друзьями. Но пока ведь я тебе нравлюсь. Нравишься. Но не скажу, что сильно присильно. Особенно после вчерашнего танца с Нэнси. Если я тебе нравлюсь, то почему ты танцевал с ней? Ты тоже танцевала с Русланом. Потому что ты меня не позвал. Она сама пригласила меня. До того, как пришла ты. Значит, если бы я не пришла, то ты бы с ней еще и встречаться начал. Она мне не нравится, как ты мне нравишься. Ты мне даже не просто нравишься. Я тебя люблю. Тогда давай будем танцевать в следующий раз вместе. А если кто-то из нас не на дискотеке, не танцевать на медленных танцах вообще. Обещаю. И ты не танцуй с Русланом. А ты меня ревнуешь? Да. Я тебя ревную к нему. Мне хотелось подойти и ударить его, чтобы вы не танцевали вместе. Не надо траться из-за меня. Ты тоже можешь получить от Руслана. Не бойся из-за меня. Я буду бороться за тебя из последних сил. До тех пор, пока станет совсем невозможным. В общем, попробуй надавить на жалость. Сказать про себя что-то плохое. Мариша захочет тебя подержать. Спасибо за совет. Теперь твоя очередь. Давай тренироваться. Так, хорошо. Поставь ноги на доску. Твоя задняя нога должна быть на хвосте скейта, а передняя на носу. А, так? Да, правильно. Теперь немного присядь, чтобы твой вес был на задней ноге. Окей, я присела. Что дальше? Теперь попробуй оттолкнуться передней ногой и перенести вес на заднюю. Ой, кажется, я не готова к этому. Ничего страшного, попробуем еще раз. Но на этот раз, когда отталкиваешься, наклони корпус вперед. Это поможет тебе сохранить равновесие. Это сложнее, чем кажется. Не сдавайся. Давай еще раз. И запомни, когда отталкиваешься, корпус вперед. И держи колени слегка согнутыми. Ура, я сделала это. Молодец. Ты быстро учишься. Продолжай практиковаться и скоро будешь кататься как профи. Вы так часто проводите время вместе. Мы просто дружим. А почему не начнете встречаться? Встречаться? Захоти мы начнем. Твое какое дело. Да ты не будешь с ним встречаться, потому что любишь меня. Я тебя ненавижу. А с Денизом я бы встречалась. Ну-ну. Если ты будешь встречаться с Денизом, тогда я с Маришей. Не смеши меня. Я только отошла в туалет, а вы уже все встречаться начали. Давайте успокоимся. А я совершенно спокоен. Да, Дениз, я тоже спокойна. Ты бы встречался со мной? Но я не уверен, что достойный кандидат. Ты слишком бедный и не симпатичный, как я. Он прав. Я уродливый. Мне так жалко тебя, Дениз. Не говори так про себя. В общем, попробуй надавить на жалость. Сказать про себя что-то плохое. Мариша захочет тебя поддержать. Со мной даже никто играть не хочет. Я всех пугаю. Пойдем вместе поиграем. А они пусть разбираются сами. Слова Париши надавить на жалость сработали. Какой вкусный был ужин. Я даже переела. Хорошо, что сегодня нет дискотеки. Давайте собираться на посиделки у костра. О, хотела спросить у вас. Вы не видели одну девочку? Я целый день пытаюсь ее найти, но ее нигде нет. Ты про Тихоню? Да. Ты с ней знакома? Она всегда была с нами. Просто ты не заметила. Ее никто не замечает. Это так странно. Ведь я была очень внимательна. На то она и Тихоня. Попробую выловить ее на посиделках у костра. Привет, Тихоня. Наконец-то я тебя нашла. Присоединяйся к нам. Я не знаю. Давайте поиграем в любовь слепую. А как в нее играть? Участники надевают маски, которые закрывают глаза и пытаются угадать, кто стоит перед ними. Если не угадываешь, то целуешь того, кто стоит перед тобой. А если угадываешь, то просто обнимаешь. Я знаю эту лагерную игру. Как романтично. Я не хочу ни с кем целоваться. А может и не придется. Вот бы поцеловаться с Маришей. Жалко, что она в другом отряде. Только давайте играть по правилам и не подглядывать. Ах, я согласен. Давид, тогда ты первый. Ну ладно. Раз я предложил игру, буду составлять пары. Ну что, Давид, угадай, кто стоит перед тобой. Если не угадаешь, то целуешь эту девочку. А если угадаешь, то просто обнимаешь. А можно как-то потрогать. Шалун, ты что собираешься трогать? Думал, по одежде хотя бы смогу догадаться. В этом и суть, Икри. Ты должен догадаться своим чувствам. Ну, хорошо, попробую. Ульяша, это ты? Не угадал. А, Нэнси? По правилам, вы должны поцеловаться. Редактор субтитров А.Семкин